Здравствуйте, друзья! Настал тот день, когда я хочу и могу продолжить историю об охоте в Архангельской области на гусей. Еще не забыли название программы «Майский гусь»? В любом случае, напомню, о чем шла речь в ее первой серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, друзья, эти яркие мгновения охоты остаются в памяти надолго. Хорошо, когда есть возможность сохранить их еще и на видео. Если кто-то пропустил первую серию программы, рекомендую следить за эфиром канала и все-таки ее посмотреть. Будет интересно. А сейчас продолжение истории про майского гуся. Май. Это в средней полосе России и на юге в это время тепло и комфортно. Арктика – совсем другое дело. Там во время дня погода может поменяться кардинально. А потому для участников экспедиции стало событием прибытия караката. В нашей стране такое название присваивают всем самоходным устройствам, способным перемещаться по бездорожью, а в отдельных случаях по воде. Дело в том, что без снежного покрова ездить на гусеничных вездеходах по тундре запрещено. Впрочем, как и снегоходов. Каракат – единственное транспортное средство, разрешенное к эксплуатации в теплое время года. А вот так выглядит арктический российский внедорожник. Раньше его производили промышленным способом. Жаль, что эта тенденция канула в лепо. Теперь машины, изготовленные ранее, лишь латают и поддерживают в работоспособном состоянии. В путешествиях по тундре охотников постоянно сопровождали лайки. Не то, чтобы на них была надежда на эффективную помощь в подаче дичи, а так, скорее за компанию. Каракат, по большому счету, выполнял функции такси. По очереди развозил пары стрелков к местам засидок. Или караулок, как принято говорить в арктике. Взять сразу всех охотников на борт не позволяла мощность двигателя. Если число пассажиров было более трех, он начинал греться. Разгрузку производили по-военному четко и быстро. И сразу же транспортное средство отправлялось за следующей партией охотников. При осмотре площадки с чучелами, расставленными накануне, друзья обнаружили признаки вмешательства в их внутренние дела. Оставили. Коллеги-охотники. Постреляли гусей. Полный пербус. Слушай, но при этом не всех, я так понимаю. Потому что там ближние, нетронутые. Бумажки стрелять не захотели. Отсюда что ли стреляли? Ну вот так, да. Нет, со скоротка? Нет, со скоротка, со скоротка. Судя по тому, как гильзы легли из полуавтомата, не начали. Расстреляли, все. Впрочем, какое-то количество чучел осталось нетронутым. А с остальными решили разобраться позже. Потому что полетели гуси. Подбирать битого гуся отправились вдвоем. Один охотник страховал автора выстрела. Ну, починал. Починал. Хороший белолобик. Крупный. Да. Далеко, конечно, били. Далеко. Вы не достали бы уже. Да, они нас, видимо. Вчера точно так же били. Их, видимо, ветром сносят. И они прямо на кромку кустов падают. И под рамки. И только подходишь поближе, они улепетывают. И все. И там уже никак не достать. Либо забродники, либо лодка. Там хорошо, к кустам становится мельче. Я думал, что там будет по пояс. Но ничего, нормально. Там сначала идет вглубь, и потом к кустам выходит вновь. А вот прям, если по кустам идешь, то в среднем, по колено вот так, чуть-чуть меньше. Да. Поэтому вот по кустам выходишь, выходишь по кромке. И как раз. Надо осторожно, чтобы сапогами не черпнуть. Потому что, конечно, сидеть долго, холодными ногами, это будет совсем плохо. Совсем не скучно, когда гуси летят постоянно. Кровь в жилах играет. Хочется дудеть в манок, наблюдать за горизонтом. А не дремать из-за неполноценного сна во время белых ночей. Выстрелов было много, но у охотника заклинило ружье. Возможно, поэтому удалось добыть только одного гуся. Это что, белолобик? Белолобик. Хороший, тяжелый. Хороший. Крупный. Крупный, крупный. О, жалко одного только. Блин, если бы не заклинило, итальянская тонкая техника. Двойки охотников находились в километрах в трех друг от друга, то есть на расстоянии прямой видимости. Потому могли наблюдать за обстановкой на соседних засидках и видеть пролетающие рядом с ними стаи. Периодически друзья стреляли для того, чтобы подогнать птиц поближе к соседям. Продолжение следует... Когда стаи полетели одна за другой и порой прямо над базой, совершенно ее не стесняясь, охотники поняли, что начался тот самый массовый пролет гусей, о котором им твердили местные товарищи. И за успех экспедиции можно не переживать. Тем не менее, птицы далеко не всегда прокладывали свои маршруты над засидками. Поэтому приходилось изо всех сил работать манками. Оригиналу эти звуки соответствовали далеко не всегда. Тем не менее, периодически табунки гусей все же снисходили до того, чтобы подлететь и посмотреть, кто же стонет в тундре и по какой причине. Этого момента как раз и дожидались стрелки. Не, ну далеко, не далеко. Слушай, с одной стороны далеко, с другой стороны мы, конечно, зря приподнялись на первую стаю. Ну, блин... Она искренне не наша была. Первая... Ну как не наша? Ну... Искренне не наша, да. Можно было бы, конечно, попробовать. Нет, нет, нет. Зря. Не дотерпели. Очередной день в Арктике подошел к концу. Постепенно количество трофеев подходило к установленным разрешениями на охоту нормам. Вечером, как обычно, каракат доставил всех на базу. Я думаю, что, да, пораньше. Потому что ветер сильный, да, выдувает быстро. Ребят, вечер добрый. Добрый. Принеслись караулки, ребята, да? Наши. Ваши, да? Смотрите, кто-то расстрелял, да, Федь, из местных, наверное. Вот как раз дробью посечен, да. Местных хулиганов. Местных здесь нет, никаких хулиганов. Близко точно. Ближайшие, ну, километров 10, так сказать, никого в округе нет. Сто процентов. Местные не приезжают? Нет, так далеко не забираются. Так далеко не забирается никто. Охотятся поближе к деревне. Это чайки или вороны. Очень захотели кушать. И съели чучело? И съели чучело. Настолько реалистично, что вороны на него напали? Искали мясо, да? Мясо в нем? Видимо, очень хороший гость. Так что это чайки или вороны на него делали. Часто такое бывает? Ну, второй раз в моей практике, так сказать. Второй раз так вот. Один раз раз делали вообще все 10. Все поклевали. То есть, они такие голодные, да, получается? Прям нападают на гусей, вороны? Вот так вот, да. Но вот у нас профиля картонные, которые были. Их нет. Нет, те, конечно же, не тронутся. Все полнокорпусные, все поклеваны. Ну, то есть, или вот раз фанерки. Фанерки они не любят, да. Вот такое вот натворение. Мертвый гусь? Ну, скорее всего. И решили напасть, получается, да? Наверное. Ну, скорее всего, чайки, да, потому что, чтобы так напасть, вроде как сидячий гусь осмелилась. Ну, и ворон тут немного. Вот, ворон немного, да. Я видел ворон. Чайки больше, чайки. Летают, летают. Вороны летают, да. Они в воде еще стоят, там сантиметров в 10. Да, там у воды, скорее всего, чайки, скорее всего, чайки. Это такие, не как мы привыкли, там, такие в средней полосе небольшие. Они, они все-таки крупные, прям вранье такое хорошее. В моей практике не раз бывало, когда на битую птицу, которую невозможно было достать с поверхности воды, налетали чайки. Причем расклевывали они ее за считанные минуты. Настоящие падальщики. Вороны, кроме того, что не брезгуют плотью мертвых животных и птиц, нападают на зайчат, молодняк, куропаток, перепелов, поедают их яйца. Не зря в советские времена в обществах охотников принимали лапки ворон и шкуры волков. И за них либо денежные вознаграждения давали, либо лицензии на добычу копытных животных. Таким образом поощряли борьбу с вредоносными хищниками. А вот чтобы птицы чучело атаковали, такого друзья даже представить не могли. Но это далеко не все интересные эпизоды в истории под названием «Майский гусь». Смотри, встаем каждый день в 4 утра, уже устали, просыпаешься. А видимость как днем, как будто не скажешь, что даже утро, да, Влад? Да. Север. Какая охота. Да, север. Белые ночи. Не отличить, когда день, когда ночь, да? Мы к этому не привыкли. Мы к этому не привыкли, это точно. Вторая половина экспедиции ознаменовалась улучшением погоды. Значительно потеплело, зарядов снега не было и в помине, и хотя яркое солнечное небо вдруг моментально затягивалось облаками, да и ветер давал о себе знать, охотники чувствовали себя намного комфортнее, чем в первые дни в тундре. А практически постоянное присутствие в небе гусей способствовало хорошему настроению и заставляло постоянно быть начеку. Вон, смотри, на 12 часов заходят, заходят, Сэя. Высоко? Вон, смотри, за ними, прям над озером идут. За ними, этих пропускаем, за ними еще стая большая. Эти первые двое, а за ними еще где-то голов 20 идет. Все, вижу, два их пропускаем, да. Пропускаем их первыми. Раз, два, три. По всей видимости, стрелков подводило самообладание. Они не давали птицам подлететь на расстояние, когда удается рассмотреть их лапы. Начинали палить раньше времени, поэтому попадания были нечастыми. Соседний охотник улегся на туристический коврик среди кочек без всякой дополнительной маскировки. Такая тактика оказалась фиктивной. Периодически он выбивал из стаи одну-две птицы. Первая, штук 15, значительно налево. А где остальные? Э! Ого! Правее глянь! Правее глянь! А где остальные? Не вижу. Ну, возможно, за бугром не видно. Бугорок прячут, да. На гусиной охоте так часто бывает. Пока стрелок подбирает добытый трофей, налетает очередная стая. И приходится чуть ли не ложиться в тундре. Но в тот раз, несмотря на ухищрения товарища, птицы пролетели мимо. А соседний, если можно так сказать, блуждающий стрелковый номер опять решил поменять место дислокации. Подходящий момент. Так как в пролетах гусей наступил перерыв. В это же время вместе со своим четвероногим питомцем к друзьям подошел Федор, организатор охотничьего тура. Федор, откуда лайкач у тебя? Взял западосибирку лайку, долгощеля. Долгощеля, да? Ребят, знакомые друзей. Такое возраст, крупная, я смотрю, очень такая. Крупная, но молодая еще. Где-то, ну, три с половиной месяца. Такая прям. Три с половиной, да, растет. Ну, уже видно, уже видно, такая прям зверовая лайка. Крупная будет, большая плода. Зверовая, да. Я уже вижу прям, птичей подходит, обнюхивает. Треплет уже. Да, трепет уже, да. Старается подавать даже как-то вот. Ну, пока еще по-детски, да. Да, ну, подходит, да. Найк, ты меня съешь. Удивительная взаимная любовь. Но охота еще не закончилась. И, как говорится, делу время, а потехе час. Тем более, что опять полетели гуси. Возле подранка Найк оказался первым. Удивительно, как срабатывает в охотничьих собаках гены родителей. Особенно, когда они являются рабочими, а не диванными, вымытыми с шампунями домашними питомцами. Ведь этого щенка Лайки никто не учил подавать битую дичь. Откуда он узнал, что от него ждут? Донести гуся до хозяина, видимо, селенок не хватило. Но такие предпосылки качественной работы по портировке дичи дорогого стоят. Особенно в столь юном возрасте. Федор явно не прогадал с приобретением четвероногого товарища по охоте. Достаточно перспективная собачка. В три месяца, вижу, уже казарку таскает. Думаю, что да. Бог надеется, что будет толк. Сам в шоке. Первый раз, можно сказать, принесла гуся. В этот раз. Приятный подарок и хозяин. Очень даже удивлен. Вскоре в небе началось настоящее шоу. Сначала появились лебеди. Грациозные птицы. Но не такие уж безобидные. Там, где появляется лебедь, уходят утки, гуси и прочие водоплавающие. Глощеки-казарки, или козара, как называют этих гусей местные охотники, совсем страх потеряли. Выписывали пируэты в непосредственной близости от базы. А засидки атаковали многочисленные стаи. По ним с переменным успехом стреляли охотники. Итогами такой стрельбы даже Найк был недоволен. Отвернулся от досады. Что подавать, охотнички? Такой результат впечатлил больше. Сразу же один из стрелков продолжил работу по натаске молодой собаки. И опять результат налицо. Найк не брезговал дичью, как порой бывает у молодых собак. Подобную картину увидишь нечасто. Полное единомыслие и слияние интересов. Все персонажи подчинены одному делу. Выслеживанию дичи. Наступил момент в охоте, когда она закрутилась колесом. Гусиные налеты следовали один за другим. Выстрелы, перезарядка оружия, поиск трофеев. Такой суеты охотники ждали в течение всей экспедиции. Засиделись. Солнце шпарило с неба изо всех сил. Тундра играла невероятными красками своей растительности. И уже не казалось враждебной и опасной, как в первые дни путешествия. В общем, напоследок, природа решила смилостивиться над охотниками. И предоставила весь возможный спектр удовольствий нахождения в Арктике. И наступил крайний день пребывания в Арктике. 13.30. Время прибытия вертолета, который должен был доставить друзей в аэропорт Васьково. По-хорошему, утром на охоту выходить не стоило. Ведь как бы поступил обыкновенный пассажир перед отлетом. Спокойно собрал вещи, выпил чашечку кофе. И с вожделением смотрел бы в небо в ожидании винтокрылой машины. Вертолет ведь ждать не будет. Как вы думаете, что сделали участники экспедиции? Не поверите. Отправились на охоту. Друзья выехали в поле даже не для того, чтобы в очередной раз настрелять в трофеи. Цель – хоть несколько лишних минут подышать воздухом просыпающейся тундры, полюбоваться ее пейзажами, а уж если повезет, добыть напоследок одного-двух гусей. Пока птицы не летели, охотники выбрались из своих засидок, чтобы получше познакомиться с местом, на котором расположились. Смотри, здесь целый городок. Если бы это было дома, я бы сказал, что это борсучьи норы. Но я спрашивал у принимающей стороны, у ребят, кто нас принимает, они сказали, что это песец. Наверное, арктический песец. Смотри, они тут даже косточки закапывали какие-то. Да, чья-то челюсть валяется. Вон, похоже, белую куропатку. Да, куча перьев белых. И это, наверное, еще когда снег был, потому что перья уже придавленные, такие подавленные снегом. Что называется под занавес, гуси опять полетели. Начали стрелять соседи. Охотники, расположившиеся на возвышении, наблюдали за процессом со стороны. Неподалеку опустилась пара казарок. Такого цинизма никто не ожидал. Чтобы попытаться добыть нескромных птиц, к месту их посадки выдвинулся стрелок. Одного из гусей удалось взять только после третьего выстрела. А второй благополучно улетел. Конечно, если бы имелась возможность сместить сроки этого арктического тура на более поздние даты, его эффективность с точки зрения добычи трофеев была бы гораздо выше. Однако, как всегда в жизни, на каждое «если бы» имелось свое «но». В тех местах заканчивался охотничий сезон. Впрочем, на количество добытых гусей грех было жаловаться. В разрешенные нормы отстрела уложилось большинство участников экспедиции. Охотники проводили глазами последнюю стаю и стали собираться в обратный путь. Каракат уже выехал из базы. Грузились в ускоренном темпе. Вот-вот должен был прилететь вертолет. Всю поездку друзья сетывали на то, что Белое море им не удается увидеть. И все-таки мечта сбылась. При подлете к поселку Койда море предстало во всей красе. После промежуточной посадки вертолет доставил путешественников в Архангельск. А дальше авиалайнер уже в Москву. После этой поездки друзья звонили, писали мне, делились воспоминаниями, впечатлениями. Но самое главное, все как один решили повторить экспедицию в следующем году. Потому что если охотник побывал в Арктике хотя бы раз, он прикипает к этому региону навсегда. И обязательно в него возвращается. А до этого человеку долго будет сниться тундра, озера, хмурое небо над головой и, конечно, косяки майских гусей. На этом я свою историю заканчиваю. Пишите, друзья. Адреса моих страниц в соцсетях легко найдете в интернете. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин